Увлекательный детектив, шпионский боевик и романтическая драма. Истории, взятые из жизни. Собственно, это и есть сама история. История Казахстана, неотделимая от мировой. Смотрите прямо сейчас. Наша версия. Reflections on History. Швейк или похождение правого солдата в Казахстане. Окраина Кустаная. Типовые панели, магазины, спортивный клуб. Стандартный спальный набор. Подобным любой казахстанский город обладает. Уличная табличка в схему тоже вполне укладывается. Почему бы не увековечить создателя Швейка? Впрочем, не все так просто в этой аномастической истории. И начиналась она совсем не здесь. Но прочно вплелась в мировую. Прага. Наши дни. Убили, значит, Фердинанда Танашева, сказала Швейку его служанка. Швейк несколько лет тому назад, после того, как медицинская комиссия признала его идиотом, ушел с военной службы и теперь промышлял продажей собак. Безобразных ублюдков, которым он сочинял фальшивые родословные. Этот сомнительный бизнес Гашек со своей трудовой биографией скопировал, как и многое другое. Но вот о казахстанских страницах своей жизни написать не успел. Пройтись по следам невозмутимого оптимиста Швейка. Попытка номер один. Начальник политотдела 5-й армии о нем говорил. Старательный, надежный. За это он был приговорен к расстрелу. Здесь будут фотографии Петропавловска, это улица, где он жал. Глава первая. Часы, полный невзгод. Вторжение Швейка в Первую мировую войну, конечно, в Праге начинается. Но идея самой книги, можно сказать, в наших широтах выношена. Впрочем, двигаемся согласно маршруту, предложенному самим Гашеком. Лето 1914-го. Убийство эрцгерцога Фердинанда. Вы понимаете, какая это для Австрии утрата? Конечно, потеря. Нельзя заменить Фердинанда каким-нибудь болваном. В итоге бравого солдата за речи трактирные, неполиткорректные, в участок увезли вместе с трактирщиком. Тому за портрет императора, мухами засиженной, досталось. Полицейское управление, забитое до отказа заговорщиками, после учреждения для буйнопомешанных. Пересказать Гашека невозможно. Можно только перечитать. За прекрасными лучезарными днями в сумасшедшем доме для Швейка потянулись часы, полные невзгод и гонений. Ярослав Гашек родился в Праге, в не очень обеспеченной семье банковского клерка. После смерти отца бросил школу и устроился работать в аптеку. Ненадолго. После вся его жизнь путешествия с краткими остановками. Учеба в торговой академии, работа в банке, женитьба. Чего больше в Швейке, персонажа литературного или реального, сразу не поймешь. Кстати, пиетет перед лечебницей для душевнобольных – это тоже из пережитого лично Гашеком. Он не любил одиночество. Постоянно искал компанию. И в этих компаниях пытался найти людей с интересными историями из жизни, которые в дальнейшем мог использовать в своих рассказах или в романе о солдате Швейке. Поселок Липница на Сазове. Единственный в Чехии музей создателя Швейка. Сегодня на реконструкции. В Красном углу, где революционное достояние Гашека хранится, из Казахстана материалов пока нет. Но обязательно появится, уверен правнук писателя. В первую очередь снимки из Петропавловска. Дом купца Смолина. Рабочий адрес писателя. Там располагался политотдел. Петропавловск, Кустанай. Возможно, писатель побывал и в других казахстанских городах и селах. Увы, семейных преданий об этом не сохранилось. В воспоминаниях, которые Гашек написал, находясь в Чехии, встречаются упоминания о крае верблюдов. Так это однозначно про Казахстан. И все же продолжаем согласно хронологии в бумажном варианте. Швейк и череда забавных происшествий. То он денщик военного священника, который проиграл солдата в карты, то приговорен к расстрелу, повышен до ординарца роты и отправлен на фронт в составе 91-го полка, в котором как раз и служил писатель. В общем, любил говаривать бравый солдат, всякому занятно посмотреть в чужие края. Да еще задаром. Послушайте, Швейк, как вы думаете, долго нам еще воевать? Глава 2. Чужие края. В конечном счете был принят проект вольноопределяющегося «Пить по алфавиту». Вольноопределяющийся обосновал свой проект тем, что носить ту или иную фамилию тоже предопределено судьбой. Кстати, о фамилиях. Гашек почти всем своим персонажам оставил их настоящие. Существовал и человек с паспортом Йозефа Швейка. Но главный прототип – это все-таки сам автор. Образ Швейка – это образ, который выявляет весь идиотизм вообще военной схемы военного управления. С сегодняшнего дня мы будем изучать тактику, как без потери сдаться русским в плен. Перебирая медали, словно воспоминания. Вот он, 91-й Стрелковый. Об этом периоде дед мало рассказывал. Был в плену, воевал в гражданскую, говорит Ярослав Крача. А вот байки про однополчанина Гашека, тюзка писателя, запомнил. Этот писатель описал войну совершенно иначе, нежели ее описывают историки. Он складывал все в шутку, вызмеивая войну. Первые партии военнопленных прибыли уже в августе 1914-го. По данным за декабрь этого же года, количество австро-венгерских подданных только на территории Казахстана – 16 тысяч человек. Их разместили в Акмолинске, Петропавловске, Усть-Каменогорске и других городах. В свое время они как в часть Австро-Венгерии, она воевала на стороне, значит, как раз в Радаги, то есть Чешский сам, например, Гашек, как и многие другие его собратья, воевать абсолютно не хотел. Сдавались целыми ротами и не только. Например, Первый Пражский полк сложил знамена в полном составе с полковым оркестром и под музыку. Чуть ли не с песнями. В 15-м году они сдались в плен Российской армии, но вовсе не от того, что это были трусливые и прочие люди. Наоборот, им просто, ну, казалось, крайне несправедлива эта война. Примерно в это время пути Швейка и Гашека расходятся. Бравый солдат из-за недоразумения попал в плен к своим, а писатель сдался русским войскам. Несколько месяцев лагеря в Оренбургских степях и дальнейшее вступление в легион, в полк имени Яна Гуса. Но в легионерах сатирик не задержался. Потом происходит Октябрьская революция, и довольно скоро объявляет себя Чехловацкий, этот корпус, что они входят в состав теперь уже французской армии и переходят на сторону контрреволюции. Судьбу Гашека и его деда революция тоже развела в разные стороны. Франтишек Звишко сражался под знаменами Белой гвардии. Мой дед воевал в городах Казахстана, таких как Астана. Не помню, как этот город раньше назывался. Воевал где-то под Петропавловском, еще около Павлодара, если не ошибаюсь. Бунтарь Гашек переходит на сторону противоположную. 1918-й. Москва, Ленин, весна. Вернувшись в Сибирь, писатель оставляет письмо о выходе из легиона, вступает в компартию и формирует чешско-словацкий красный отряд. К июню этого же года регион под властью белых. Когда он попался в руки чешских военных, то он притянулся полоумным сыном немца из Туркестана. Три месяца Гашек пробивался к своим. И уже осенью 1918-го создатель Швейка в составе 5-й армии снова отправился по местам, где военнопленные находились. Омск, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Кустанай. Он выполнял политработу в армии Тухачевского. Был сначала членом, потом руководителем иностранной секции. Оказалось, Гашек – талантливейший агитатор. Однажды сумел перетянуть на сторону большевиков группу турецких пленных. Он на многих языках изъяснялся неплохо. Говорил на татарском и казахский наверняка понимал. Навербовано добровольцев из иностранцев в армии 720. О его пребывании здесь, в Кустанай, сохранились немногие документы. Например, в одном указано – проводил митинг-концерт среди бывших военнопленных. В Петропавловске там были резервные воинские чехословацкие части. Там один оркестр, например, чешский оркестр, 60 человек был. Там было где развернуться. У нас, конечно, было гораздо поменьше. Но он, естественно, никого не оставил без внимания. Одновременно издавал несколько газет. На венгерском, русском, татарском, немецком и даже бурятском языках. Печатался часто. Вот только найти многие материалы до сих пор не удалось. Возможно, из-за того, что псевдонимов у Гашика было около 80. Агитаторские и писательские задачи совмещал с административными. Глава третья. Неоконченный роман. Пять лет счастливых сам признавался. И, что удивительно, в абсолютной трезвости провел он на чужбине. В 20-м Гашик отправляется на родину коммунизм строить. Собой везет валенки, балалайку, новую жену и самое главное. Главное, что он привез из Сибири, это идею написания большого романа о Швейке. Понимание, какой будет судьба Швейка. Мы с окружным начальником всегда говорили, патриотизм, верность долгу, самосовершенствование – вот настоящее оружие на войне. Напоминаю вам об этом именно сегодня, когда наши войска в непродолжительном времени перейдут через границы. До этих слов продиктовал похождение бравого солдата Швейка уже совсем немощный Ярослав Гашик. Попросил коньяка, ему подали теплого молока. «Вы меня надуваете?» – грустно промолвил писатель. Липницы на Сазове – последнее пристанище автора «Бессмертного Швейка». Его возвращение на самом деле не было легким. Огромное количество людей его не понимало. Думаю, что жизнь в Праге у него была очень сложная. Его не ждали. В чешских газетах не единожды печатались посвящения Гашику. В одном некрологии его зарезали в Одессе пьяные моряки, в другом растерзали дикие кочевники. В Праге о странах, где Гашик побывал, знали немногие. Информация о том, как Гашик был в Казахстане, очень много надуманной, так сказать. Надуманной, скорее всего, и самим же Гашиком. А еще ему не могли простить коммунистическое прошлое, приписывали расправы над сослуживцами-легионерами, казни религиозных деятелей. Но он так часто занимался мистификациями, что где правда, где выдуманная история, не угадаешь. К тому же, при необычайной плодовитости Ярослав Гашик на удивление мало строк оставил об этом периоде своей жизни. Хотя есть одна загадочная версия. Эпилог. Швейк в стране большевиков. Прадеда интересовала совершенно другая природа, иная культура, огромные просторы. И это впечатление о Казахстане очаровывает и меня, передавшись каким-то образом через гены. А вот на Дамбри Швейк вполне мог играть. Литературного прототипа писатель наделил музыкальными способностями. Да и мимо Казы этот любитель венгерских колбасок наверняка бы не прошел, уверен правну Гашика. Вот только многие материалы писателя, скорее всего, были засекречены. Он просил играть в секретный отдел для борьбы со шпионами из рядов Чехловацкого корпуса. Сам работал по заданиям местной членной комиссии. Возможно, где-то в пыльных коробках хранится она. Говорят, об этой рукописи знали даже в Праге. Будто бы за нее издатели уже заплатили писателю аванс. Первый, не считая довоенных рассказов, роман похождений браво солдата в Сибири и Казахстане. Швейк в стране большевиков. Впервые эта книга была выпущена малым тиражом в типографии политотдела Пятой армии. Один из знакомых писателя якобы даже получал авторский вариант. Пухлый том, отпечатанный на грубой серой бумаге, рассказывающий в привычной гашиковской манере, как Швейк превратился в красноармейца. Сигнал тревоги. Швейка больше нет. Ему в планшете жить до лучших будин. И гашик прочищает пистолет. И нехотя красноармейцев будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова